Дополнительную нагрузку Дополнительная нагрузка Дополнительная нагрузка Дополнительная нагрузка Дополнительная нагрузка бюстгальтером или неправильную форму. Это он их надо сфотографировать. Да. Если хотя бы на один из этих пунктов вы ответили положительно, я вас поздравляю, вы можете, собственно, дальше очень внимательно послушать практические советы о том, как избежать, собственно, таких ошибок. Многие женщины считают, что понятно, что брители спадают, что в течение дня приходится поправлять бюстгальтер, что это так и должно быть. На самом деле правильно подобранное соответствие размера и формы дает возможность с утра, надев белье, до конца дня, до вечера не вспоминать об этом факте вообще. То есть это, скажем так, как ваша вторая кожа становится. И ничто вас не отвлекает. Поэтому обучая, допустим, профессионалов бельевого бизнеса, владельцев магазина и продавцов, я всегда заостряю внимание на четырех фактах. Что правильно подобранный бюстгальтер это здоровье, комфорт, моделирование, то, как ваша грудь выглядит под одеждой, как все это смотрится эстетически и гармонично, и визуальная стройность. Женщины, у которых, скажем так, не очень выдающиеся формы, средние, то, возможно, визуальная стройность это не так актуально. Но для женщин, имеющих выдающиеся формы и размер сайс плюс, для них правильно подобранное соотношение размера и формы дает дополнительный эффект такого похудания. Им не нужно лишний раз садиться на диету, но с помощью вот такой нехитрой, скажем так, манипуляции, как подобрать правильный бюстгальтер, она визуально становится стройнее. Еще очень важным фактом хочу показать, как правильно померить, узнать свой размер. Почему? Потому что есть разные способы, которых меня пытались удивить, но на самом деле все банально просто. Нужно взять сантиметровую ленту, желательно попросить свою подругу, потому что одно это сложно делать, и нужно измерить прежде всего обхват под грудью, и делать это нужно очень плотно. Почему? Потому что бюстгальтер имеет пояс, и он достаточно эластичный. Если вы померите свободно, то он не будет облегать ваше тело. Основная задача пояса стать вашей второй кожей. Дальше вы измеряете обхват груди. Обхват груди также измеряется сантиметровой лентой по самым выступающим точкам. И желательно это делать в бюстгальтере без пушапов. Если ваша грудь позволяет, то желательно вообще сделать это без белья. Но если грудь не позволяет, то тогда желательно надеть бюстгальтер без поролона. Это даст точность измерения. И разница между обхватом под грудью и обхватом груди даст нам значение чашки. К сожалению, в рамках выступления не могу дать эту таблицу, но расскажу вкратце, что, допустим, чашка А, это разница между обхватом под грудью и обхватом груди 2,5 см. Это реально очень маленькая грудь. Соответственно, эту таблицу придумали в Англии. И, соответственно, там разница в 1 дюйм. У нас это 2,5 см, там в 1 дюйм дает чашку А. 2 дюйма 5 см, чашка Б. 3 дюйма 7,5 см, чашка С и так дальше. Соответственно, зная этот шаг и зная разницу между своими параметрами, вы можете вычислить ваш размер чашки. Еще что хочу сказать, что, когда вы измеряете обхват под грудью, этот результат никогда не должен быть равен и больше, чем маркировка на вашем поясе. Если вы померили у вас, допустим, 77 см, то ваш результат, он должен быть на маркировке на 5-7 см меньше. А многие продавцы, наоборот, предлагают, давайте я вам дам маркировку 80. А правильно было бы найти маркировку 70. За счет того, что ткань очень эластичная в бюстгальтерах. И если вы будете брать маркировку больше, соответственно, бюстгальтер никогда на вас не сядет так, как это нужно. Есть у нас 6 точек, по которым каждая должна, собственно, правильно, любой, зная эти 6 точек, сможет спокойно подобрать себе правильное белье. Ну, или хотя бы попробовать для начала. Итак, это, как я уже сказала, правильный размер пояса и плотность. Чашка сама по себе, как она вот должна облегать грудь. Косточка, в бюстгальтере на косточках наиболее распространенный вариант. Передняя планка, это то, что находится вдоль грудной клетки, и, как правило, у половины из нас она совершенно не там, где должна быть. Брители и застежка. Вот я вам хочу показать несколько фотографий, то, как не должно быть и как должно быть. Вот летом, слава богу, сейчас оно прошло, я вот постоянно наблюдаю вариант, который слева от вас. Вот. И эти бедные несчастные женщины, они же еще и сутулится, потому что это неудобно. Правильно подобранный размер пояса, он всегда строго горизонтально полу и на ладонь ниже лопаток. Если вы подойдете дома к зеркалу, приложите ладонь к своей лопатке, то вы вычислите то место, где у вас должен быть пояс. И когда вы его застегиваете, естественно, он всегда должен находиться в статичном состоянии и в течение дня ни при каких условиях не подниматься наверх и не создавать так называемую дугу. Причем горизонтальная линия, она не только по спине, но и если сбоку вы повернетесь к зеркалу, также будет образовываться горизонтальная линия. Следующее самое распространенное заблуждение или незнание, на какой крючок мы застегиваем новый бюстгальтер. Новый бюстгальтер застегивается всегда на самый крайний крючок. Почему? Не просто так производители делают столько рядов крючков. Тем самым они нам помогают увеличить срок службы нашего бюстгальтера и время его эксплуатации. Поскольку любой пояс, он состоит из тканей, и бывают более жесткие ткани, бывают менее жесткие, и постепенно она вытягивается. Для того, чтобы увеличить срок службы бюстгальтера, у нас есть возможность пару раз за время носки его перестегнуть. Если вы покупаете бюстгальтер, и сразу вы его на крайний крючок, на самый последний, застегиваете, ну, значит, вы тем самым уменьшаете срок службы вашего бюстгальтера, и, собственно, деньги у вас на ветер уходят. Также важным понятием является, как плотность пояса. Если вы, покупая бюстгальтер, примеряя его, можете оттянуть пояс от спины больше, чем на 5 сантиметров, то, значит, он вам велик. Вам нужно выбрать меньшую маркировку. Поэтому верхний вариант, это абсолютно неправильно, но это самая распространенная вариация на тему, когда ко мне приходят и говорят, помогите мне подобрать белье. Вот приходят вот с таким, а по факту, это должно быть расстояние всего 5 сантиметров. И это тоже, в принципе, важный факт. Что касается чашки бюстгальтера, то тут, ну, все очевидно. То есть грудь, она должна полностью располагаться в чашке, и чашка должна красиво облегать вашу грудь, не создавая как ненужной пустоты, так и не перетягивая. Очень часто женщины покупают себе меньший размер чашки, в надежде на то, что так вот, ну, так их грудь будет выглядеть меньше привлекать себе внимание. Особенно это касается у женщин с пышными формами. На самом деле, когда верхняя часть чашки перетягивает грудь, у нас создается такое ощущение, вот особенно в одежде, это вид, когда такие валики. Два с одной стороны, два с другой. В Англии это называется фокупс. Четыре груди, но грудь я условно сказала, вообще они называют четыре сиськи, прошу прощения. Вот, поэтому важно просто, чтобы красиво, эстетично чашка облегала вашу грудь. Еще одним важным фактором является наличие вот этой передней планки, которая, с одной стороны, помогает приподнять грудь, смоделировать ее, создать округлую форму, но у многих зачастую эта планка отходит от грудной клетки. А важно, чтобы она проходила постоянно вдоль грудной клетки и не создавала никакого дискомфорта. Еще одно распространенное и тем самым их косточки, окончание косточек приходится в молочную железь. Во-первых, это больно, во-вторых, это дискомфорт, а в-третьих, это еще и здесь у нас находятся лимфоузлы, в том числе, и это еще, собственно, и большой вред для здоровья. И поэтому правильное расположение косточки, оно должно быть всегда за грудью. Что это такое? Это когда косточка идет по направлению диагонали в сторону подмышки и упирается не в молочную железу, а просто уходит чуть дальше. Вот здесь я вот пыталась красным цветом показать, то есть там, где заканчивается грудь и как идет направление косточки. Если вы правильно пару раз примерите, попробуете не смотреть на маркировку бюстгальтера, который вам предлагают, а именно сосредоточиться на том, как это должно выглядеть в идеале и сидеть на вас, то вы, возможно, будете удивлены, что ваш размер не соответствует тому, к чему вы привыкли до этого, потому что зачастую там женщины приходят и говорят, что у них 75B размер, а по факту у них может быть 70D или 65E, и они говорят, мы таких размеров не знаем, то есть это тоже абсолютно нормально, но как только они начинают правильно подбирать себе белье и правильно его эксплуатировать, во-первых, они улучшают во-первых, многие говорят, что я пробовала, вначале я не стала выбрасывать те бюстгальтеры, которые у меня были до этого, я решила, что я попробую вот то, что мне нужно только для добра, чтобы отрегулировать посадку бюстгальтера по вашему росту, все, больше нет для чего они нужны, и когда вы, как вам кажется, подобрали все правильно, исходя из тех шести пунктов, что я назвала, вы можете поднять руки вверх, в стороны, нагнуться, сделать какие-то движения, и если после того, как вы проделали все эти манипуляции, у вас бюстгальтер остался в том же самом состоянии, в том же самом месте, как вы его надели и застегнули, значит, вас можно поздравить, вы выбрали правильный бюстгальтер, но если вы в процессе этого теста обнаруживаете, что у вас или бретели впадают, или начинает наверх задираться пояс, или грудь пытается выскользнуть из чашки, значит, нужно смотреть, в чем проблема, что вы неправильно сделали, возможно, побоялись поплотнее взять пояс, или вас испугал размер чашки, очень многие женщины, когда их приносишь, они говорят, нет, у меня не такая грудь, у меня меньше, мы видим себя только в плоскости, и нам очень сложно, мы видим правильный размер чашки, соответствующий объему груди, многие пугаются и отказываются надевать такое белье, думая, что это каким-то образом отпугнет остальных людей, окружающих, вот, и, собственно, здесь я представляю такой идеальный вариант подбора белья, где мы видим, как красиво оформлена грудь, как красиво чашка облегает ее, вот, мы видим, что, допустим, здесь, вот, косточка, она не вот в этом месте заканчивается, где у женщины грудь, а чуть ниже, что абсолютно не доставляет ей дискомфорт и не вредит ее здоровью. Ну, и напоследок такой мой любимый слайд, в соответствии объемов пояса тому размер, который мы носим. Если вы молодая, если вы стройная, худенькая женщина, девушка и носите 40-42 размер одежды, то, скорее всего, ваш объем пояса будет 60 или 65 сантиметров. Если вы носите 42-44 размер, то вы обладательница 65-го объема. Если 44-46, это 70-й объем, если 48-й это 75-й, если 50-52, это 80-й объем. Если вы, будучи там в 46-м размере или 44-м, носите бюстгальтеры 80 объемом или 75, то, значит, вы, собственно, еще раз, вам пункт номер 8, что пора выбирать новый размер и новый объем. Вот, коротенько, быстренько я попыталась вам рассказать Продолжение следует...